Если мы осуществим эти 55 предприятий, это будет большая выгода для Казахстана, и тысячи людей получат работу. Мы его сейчас строим, и строим вместе с Китайской Народной Республикой, и это очень выгодно. Наш народ не должен вестись на подобные вещи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей. И на самом деле те вопросы, которые публикуются, задаются в сетях, не имеют никаких оснований. Более того, хотел бы сказать, что это, грубо говоря, это не просто вранье. Китайской Народной Республикой был предложен правительству Казахстана проект по переносу мощностей в несырьевом секторе на территорию Казахстана. И с благодарностью приняли это предложение. Мы думаем, что в условиях замедления экономической активности это очень хорошее предложение. Необходимо отметить, что строительства заводов в Магнистарской области не будет. Такой программы не было и нет. Эту информацию распространяют блогеры или пользователи через WhatsApp. Официально заявляю, что такой программы нет. Старые заводы никто не перевозит. Это не государственный проект. Это частные предприниматели. Казахстанские и китайские создают совместные предприятия. У меня есть договоренность с руководством Китая, когда строим мы совместно казахстанско-китайские предприятия. А кто нам такие инвестиции за сегодня? Только у Китая есть эти деньги. Все хотят, мы должны этим пользоваться. Нас заверили, что ничего такого, что будет в ущерб Казахстану, никогда не будет делаться. Мы, Казахстан, декен олы елдің халқымыз, біздің таңдауымыз бар. Шал Душбан, Казах артыптан. Элеметтік желдердегі парақшаларымызға тіркелміздер. Казахстан. Шал Душбан, Казахстан.